МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего, однозначного нет, я не отвечу, потому что в данном случае все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела. Дело в том, что законодательством установлен трехлетний срок исковой давности для споров о разделе совместно нажитого имущества. Однако ошибочно полагать, что этот срок начинает течь с момента расторжения брака. Это не так. Он начинает течь с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Формулировка достаточно запутанная и расплывчатая, и означает она то, что если супруги после развода продолжают сообща пользоваться имуществом, например, квартирой, ну, часто так бывает, что проживают в одной квартире люди, то это не значит, что три года истекли, и они не могут ее поделить. Когда, допустим, один из супругов предпринял меры к выселению второго из этой квартиры, это будет означать, что нарушаются его права, что он узнал о том, что его права нарушаются. И с этого момента, когда, допустим, второй предпринял в соответствующие меры, будет честь вот этот вот трехлетний срок исковой давности. Применительно к рассматриваемому случаю, если в прошлом году супруг подал иск о выселении ее из квартиры по любым причинам и основаниям, всякое ведь действительно бывает, то действительно сейчас задавший этот вопрос телезритель может обратиться в суд для раздела имущества, и его исковые требования с высокой долей вероятности будут удовлетворены. Это только лишь пример. Нарушаться права могут по-разному, однако необходимо помнить, что ситуация, при которой имущество делится спустя достаточно длительный срок, случается и достаточно распространена. Спасибо, Наталья. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Субтитры создавал DimaTorzok